Почему ребенка не берут в первый класс 225-й школы? Ведь он прописан на территории, закрепленной за этим образовательным учреждением. Этот вопрос на личном приеме начальника департамента образования Заречного звучал несколько раз. Почему нет свободных мест и что делать с родителем будущих первоклассников в этой ситуации? На сегодняшний момент в 225-ю школу 61 льготник. Соответственно, очередь ушла, сдвинулась. Каждый родитель принес подтверждение тому, что он является льготником. Если какие-то движения произойдут, мы обязательно звоним сразу следующим, по очереди зачисляем. Если есть какие-то движения. Если движения не будет, 4 класса сформированы. Остальным всем образовательная организация вручила уведомление об отказе. На сегодняшний момент открыт прием 216-ю и 220-ю. Елена Аникина заверила обеспокоенных родителей, что места за партами найдутся для всех выпускников дошкольных учреждений. Кроме того, детей, зачисленных в школы, которые находятся далеко от места проживания, могут довозить до образовательных организаций на специальном транспорте. У нас есть свой школьный автобус, даже не тот автобус, который автотранс утром пускает, этот школьник. У нас есть свой желтенький, если вы видели, который сейчас с питомника детей возит. Он развозит, у нас дети учатся в 16-й и в лицее с питомника. Мы продумали маршрут таким образом, что мы будем привозить из питомника, до лицея довозить и отсюда забирать детишек и подвозить к 216-й школе. Мы готовы это сделать. Всего на личном приеме начальника департамента образования Заречного Елены Аникиной прозвучало более десятка вопросов. Большая часть из них была решена на месте.